Сессия Совета коллективной безопасности ОТКБ проходит в Минске. Главы государств поочередно прибыли во Дворец независимости, где их приветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. После церемонии совместного фотографирования они направились на переговоры в узком составе. В соответствии с повесткой дня президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и меры по укреплению коллективной безопасности. Затем в формате пленарного заседания стороны рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе проекты различных деклараций и решений. На саммите подведут итоги белорусского председательства ОТКБ. Ожидается, что его приоритеты найдут отражение в решениях по различным направлениям деятельности. Деревни будущего появятся в Беларуси. Над масштабным проектом развития села уже работают все профильные министерства. В каждой области определены пилотные агрогородки, где отработают новые подходы. Сегодня в парламенте об этом заявил вице-премьер Михаил Руссо. Цель – обеспечить достойный уровень жизни на селе и тем самым привлечь в глубинку специалистов, закрепить в районах молодежь. Заработать проект должен уже в следующем году. Правительство обещает обеспечить сельчанами зарплатами. В сельском хозяйстве в декабре они в среднем составят 700 рублей. Особое внимание – финансовые поддержки сельхозпредприятий. В Беларуси планируется разработать дополнительный источник льготного кредитования ПК. Театр Горького отмечает юбилей. С 85-летием коллектив поздравил президент Александр Лукашенко. За эти годы через театр прошел парад отечественных звезд Янковский, Климова, Осмоловская. Постановки труппы всегда пользовались популярностью не только у своей аудитории, но и далеко за рубежом. Сегодня в репертуаре более 30 спектаклей, которые почти всегда собирают аншлаг.